Наши телезрители нас не покидают. Добрый день снова нашим терпеливым интернет-телезрителям. Мы находимся на участке в первой школе, которая расположена в спортивном зале. В большом спортивном зале ТУТ-2. В большом спортивном зале только что мы прерывали свою трансляцию. Со мной вместе Антон Ткаченко, общественный активист. И Ольга Комарова, журналист, это репост. Мы сейчас возьмем финальную информацию о том, сколько на три часа дня проголосовало избирателей на этом участке и отправимся на участок, который находится в фойе, узнаем у них, а потом пойдем в четвертую школу. Можно я еще раз немножко к вам обращусь? Тут уже все-таки три часа дня, и мы уже сейчас последнюю информацию о том, сколько проголосовало на три часа дня избирателей. 798. 798, доброе. Ну все, мы уже не будем у вас траматы. Все, мы уже идем. А, в общем... Антош, ну что, выходим, да? И пойдем уже. Выход здесь, но там, ага, там получается у них один на двоих этот самый, да, экзиппол. Ну, в общем, мы идем тогда на участок, который расположен в фойе первой школы. Последний взгляд. Вот как выглядит этот участок. Здесь до сих пор достаточно высокая активность. Она не падает. Сейчас мы пойдем, уточним, сколько на три часа дня проголосовало на этом участке человек. Выйдем, пообщаемся с представителями какой-то организации неизвестной, которая представляет экзитпол какой-то, если еще парень не ушел, конечно. Вот, и пойдем в четвертую школу. Вот мы уже видим представителей СМИ. Южное искотеление пришло сюда, на этот участок наблюдатели. Мы снова с вами. Привет-привет. Все в порядке? Никто ничего не сделал нехорошего? Сейчас мы главе комиссии. Еще раз, здравствуйте. На три часа дня можете последнюю информацию сказать, сколько? Это 6 градусов, это 30,63% от нашего человека. Все, спасибо большое, удачи. Я смотрю, что стало больше людей. Здесь намного стало больше людей. Я уже сказала о том, что телестудия МИК пришла сюда тоже. Делала свои репортажи. Все кабинки. Так, не все кабинки показали. Но сейчас будут, я думаю, все, потому что много уже человек. Учается, что в период обеда, в 26 дня, люди были неактивны. А сейчас активность опять повысилась. Как сказали нам только что, ну, махнули только что. Наблюдатели, все в порядке. Вот у нас есть один, один спостерегач, який нам может сказать, что тут у нас сегодня и как, в протяжении дня. Все спокойно? Все спокойно, все спокойно. Поки еще спокойно. Никто карусели не делает? Ничего, что-то было в районе. Но пока еще ничего. Сейчас спокойно, все там. Спокойно, ну, добренько. Если что-то будет, то телефонуйте в милицию. Так нам сказали заступник начальника. Вот же. Мы прощаемся с этим участком. Наша охрана. Привет. Мы выходим из этого участка и надеемся, любимые булочки, это неотъемлемая часть каждых выборов, которые проходят в нашем городе. Эти выборы тоже не обошли булочки. Местная выпечка очень вкусная, школьная. Вот это наблюдатель. Добрый день. Вы у нас не спрашиваете, как я смотрю, за кого мы проголосовали. Вы уже спрашивали. Да, скажите, вы какую организацию представляете? Южненское телевидение. Южненское телевидение? Интересно. Хорошо. А Южненское телевидение в лице кого? Кто конкретно с вами общался вообще и просил о том, чтобы... Не скажу. Не скажете, да? Южненское телевидение, как интересно. А Южненское телевидение, оно теперь у нас занимается работой экзитпола, да? Представляет такие услуги. Хорошо. Вы уже опрос совершили. Каким образом вы его осуществляете? Вы задаете вопросы, за кого голосовали? Что вы пишете в список? Именно сам ответ, но вы не пишете имя, фамилию. Ставлю галочку. Ставите галочку напротив фамилии, да, и партии. Хорошо. А потом вы будете представлять обратно в Южненское телевидение эти списки, да? Или кто с вами связывался? То есть, а инструктаж вы где-то проходили вообще? Кто-то вам объяснял, как нужно действовать? Да, мы объясняли. А где, на телевидении? Или в другом месте? В другом месте. Сказать можете? Да, там вот, за копейкой. За копейкой, там есть какой-то офис у них? Да, есть. Партия регионов бывшая? Ну, это та территория. Возле Тинета, да, офис? Не знаю, где Тинет. Тинет, это наш интернет-провайдер Тинет. Я знаю, где находится. А, не знаете, где их офис? Ну, это вот сзади ДК, сзади копейки, это территория, которая возле детской площадки, да, находится? Да, да, да. Вот там где-то в офисе, да? Ага, все понятно. А это случайно не оппозиционная партия, нет, с вами? Не в ее офисе вы общались? Нет. А как вас зовут? Не скажу. Ага. Денис, вы не бойтесь, мы же не из СБУ, мы просто такие же, как вы телевизионщики практически, вы же телевидение. Нет, я не телевидение, я просто жаловался. А, ну, я понимаю, но просто вы имеете отношение к телевидению, поэтому я и спрашиваю. Спасибо. Хорошо, спасибо большое, да, удачи вам, до свидания. Ну, вот, как мы все с вами увидели, жалко, что мы потеряли большое количество зрителей, пока я переключалась, да, но осталось только 7 человек на этот момент. В общем, ситуация такая, а молодой человек, который является наблюдателем, сказал, что он представляет южное телевидение, которое отправило его сюда делать экзитпол. Ну, вот, в общем, такая ситуация. По закону я пока что созванивалась с юристами, значит, экзитпол могут проводить СМИ, информационные агентства, но они должны иметь при себе удостоверение, от кого они представляют. Да. Это обязательное зрение, но и ни в коем случае они не должны собирать персональные данные, это имя, фамилию. Насчет персональных данных я сказать не могу, потому что он сказал, что он просто ставит галочку напротив той партии или кандидата, за которую голосуют. То есть я лично не видела этот список, но то, что у него нет никакого удостоверения, это точно, потому что буквально полчаса назад он не видал. Ну, да, это наблюдал один из наших пост-торегачев, ну, по информации от знакомых пост-торегачев, скажем так. Никто это не зафиксировал, и даже глава комиссии об этом ничего не знает. Вот такая ситуация. Ну, в общем, я нашим телезрителям желаю не отрываться от эфира. Мы сейчас через буквально пару минут включимся, потому что нам нужно дойти до 4-й школы, она вот тут вот находится рядом. Вот вы видите здесь машины охранной службы, они уже пошли греться в спортзал, тут все-таки стоять холодно. Вот, и мы сейчас отправляемся в 4-ю школу на участок, на котором мы с вами будем вести трансляцию, посмотрим, как у них все проходит сегодня, спокойно или нет. Потому что звоните, мы звонили, связывались с ними на момент, вот до часу дня наши звонки были. И мы знаем, что там было все спокойно и нормально, никаких каруселей там не наблюдалось. Надо будет узнать, как сейчас, все остается. Это вот мы с своей бригадой направляемся туда. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok